здравствуйте дорогие друзья с вами снова медикой фитнес и идущий сергей сегодня мы находимся у меня в кабинете на работе и разговариваем исключительно на медицинские темы данная тема посвящена боли в плече в общем то как правило ко мне приходят спортсмены и поэтому я сегодня коснусь боли в плече у спортсменов либо людей с повышенной длительной активностью если боль в плече локализуется в одной точке и отсутствует у нас какое-либо либо боли при отведении руки назад боль локализуется только в каких-то движениях когда мы что-то отталкиваем от себя то это может быть конечно в первую очередь ты не забыть плечевого сустава очень частое явление такое и в общем то по именно поэтому я решил снять об этом отдельный выпуск в общем-то ты не дели да как правило такое хроническое заболевание формируется она из-за того что мы перегружаем связочный наш аппарат там формируется длительное сначала спастическое напряжение а потом в общем то уже напряжение перестает постоянно такой характер формируется боли боли как правило либо прижиме стой либо прижиме лежа если мы говорим о спортсменах далее у нас получается в общем то такая серьезная травма дальше можем могут быть развиваться как подвинилихи плечевого сустава так и растяжение плечевой сумки и что-то более серьезное связано это с тем конечно что воспалительный процесс который разрастается в связке если мы не останавливаем мы не лечим тендерию в общем то передается на стальной плечевой сустав может разрастись по хиалису в общем то и в мицепсовой связке перейти на плечи все это будет вызывать боли неприятные достаточно ощущения при ваших тренировках либо при какой-то другой активной жизненной деятельности когда мы вынуждены пользоваться нашими плечевыми суставами в общем то какой выход из всего этого ну во-первых причине причине делита многие еще причине это может быть множество можно долго очень об этом говорить на выпуске я стараюсь делать не дольше пить ему максимум на сети минут поэтому я скажу сам распространение причина это ваш сколиоз вот сколиоз и кефазируем в общем то все это меняет форму позвоночника таким образом что нагрузка на плечи ложится больше плюс сколиозная нагрузка она как правило одно плечо выталкивает больше чем другое и у вас появляются вот эти боли локального характера как правило как определить что-то именно сколиотичный такой пандилит но одно плечо болит руку и соответственно не болит при условии соответственно еще что вы технически выполняете правильное упражнение и это не вызвано просто вашей раздолбастой то есть штанга ровно нажмете вы ровно допустим а боли испытываете только в правом плече выход из этого такой в первую очередь вам поможет физиотерапия физиотерапевтические процедуры допустим электрофорез и уфилийным электрофорез можно купить в любой технике и научиться пользоваться инструкция там прилагается и методик пользования домашнего электрофореза очень простая также помогут любые мази я не сторонник обезболивающего поэтому смотрите чтобы мазь в любом случае была обезболивающей потому что если вы пойдете заниматься в салт то соответственно можете травмировать плечо далее что еще преподенделите ну конечно дипроспан локальная лекция дипроспана если у вас уже такие боли в плече что вы руку поднять не можете вот в общем то и все вкратце подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и жду ваших вопросов в комментариях с вами был Кравцев Сергей Медикал Фитнес здоровья вам спасибо